Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И вместе с вами мы продолжаем читать и рассматривать содержание книги «Деяния святых апостолов». И вот сегодня у нас вторая глава, и, конечно, сейчас мы увидим, как вообще зарождается христианская церковь, потому что церковь – это не просто общество верующих во Христа, которые чем-то объединены. Да, верующих, но все-таки общество верующих, которые освящены Духом Святым, потому что церковь – не человеческое установление, а установление Божие. И Господь являет церковь, когда ниспосылает Духа Святаго. Итак, читаем. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Итак, вот это, значит, мы видим апостолов святых. Конечно, по-разному библеисты трактуют, может быть, речь идет не только о апостолах, но и о тех вот 120 верующих, которые упоминаются в первой книге «Деяния». Да, но в любом случае уж апостолы-то точно здесь находились, и по преданию они были в Сионской горнице. Это помещение сейчас показывается в Иерусалиме. И вот день Пятидесятницы, тут имеется в виду, конечно же, день Иудейской Пятидесятницы, ветхозаветного, праздник Шуваот. И там, знаете, было два таких вот смысла. Один – это там как бы они близки были друг к другу, вот эти праздники, они даже совпадали в каком-то смысле. Это праздник первой жатвы или первого снопа, когда первые плоды жатвы приносятся. И второй смысл как раз вот в Пятидесятый день после исхода, как установление закона на горе Синай, когда Господь дает вот свои заповеди через Моисея народу. И вот Божьим промыслом, ну, вы помните, что ведь распятие Спасителя, оно происходит фактически накануне Иудейской Пасхи, то есть уже с вечера, там, вот у нас Великая Пятница, распятие, а с вечера уже наступает Иудейская Пасха, и потом Спаситель воскресает, и получается так, что вот Пятидесятый день, да, то есть как раз тут как вот совпадение таких ключевых событий, и Дух Святой действительно вот как новое законодательство, как жизнь уже не по писаному закону, а по благодати, именно по благодати Духа Святого. И как приносились в том числе вот эти первые плоды, да, вот первые снопы жатвы, так и здесь сами апостолы, они становятся первым плодом духовным, потому что они воспринимают Духа Святаго, и всецело посвящают себя Господу, да, вот как тот первый сноп, который посвящался Богу в ветхозаветном празднике. И вот сказано, что при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И это вот, кстати, очень важно, что именно единодушно вместе, то есть христианство – это не религия индивидуалистов, что вот ты там сам по себе в какую-то свою нирвану погружаешься, приходишь сам по себе в храм, вот в какую-то такое полудрему, полумедитативное состояние, да, или ты там, допустим, говоришь, что я вот самое главное, я вот себя спасаю, там молюсь, а другие для меня не имеют значения, нет. Христианство – это все-таки религия, которая объединяет людей, потому что Спаситель, Он за всех пострадал, и ради всех воскрес. И вот апостолы могли принять Духа Святаго, только будучи единодушно вместе. Если бы они были врозь, никакой благодати они бы не получили. И вот они пребывают в единодушном молении, и дальше вдруг то, что было для них самих непривычно, они даже не знали, что это произойдет, и шум с неба, вот как бы некий вот шум, да, сказано, как бы от несущегося сильного ветра. Вот, кстати, когда мы говорим о Духе Святом, то тут тоже сразу вспоминается, что по-гречески вот пневма, да, или на иврите руах, это тоже, видите, как образы, заимствованные из, там, дыхания, да, или дуновения ветра, как вот это вот, помните, дыхание жизни, которое упоминается в книге Бытия. И вот тут вот, вот этот как бы несущийся сильный ветер, это такое вот, ну, вещественное такое проявление, как символ, символическое указание именно на явление, невидимое явление Духа Святаго. И наполняется вся горница Святым Духом, где они пребывали. И вот уже что-то вот такое необычное, что-то неотмирное, которое восхищает апостолов из земных реалий. И тут что? Являются им разделяющиеся языки, как бы огненные, то есть источник один, а при этом разделяются вот языки каждому, приобщая всех к одному Святому Духу. И как вот эти вот языки пламени почивают на каждом из них. Вот в истории и в Ветхом Завете там бывало такое, что в виде огня явление благодати Божией. Или вот даже в новозаветной истории, скажем, когда преподобный Сергий, вот он служил литургию, видели над престолом как огонь, и потом он как пелена, свивается этот огонь, сходит в чашу, и потом из этой чаши причащается преподобный Сергий. То есть это именно образ такой вот благодати Святого Духа. Святые отцы, они даже толкуют, и в общем-то подробно, что вот огонь, он имеет два свойства, значит. Он светит, да, дает освещение, и он тепло дает, он согревает. И Дух Святой, действительно, он просвещает вот как вот это, освещающий функцию огня. Дух Святой, когда осеняет человека, то дает ему ясный ум, мудрость, ясное видение происходящего, он несет подлинное просвещение, и он согревает душу, согревает теплом любви, подлинной радостью, то есть самыми такими высокими духовными чувствами наполняет душу, то есть это уже не тепло-хладная какая-то, или там замерзающая в унынии, скажем, душа, она согревается благодатью Духа Святаго. Вот как преподобный Серафим Саровский в беседе с Мотовиловым, когда он сам просиял Святым Духом, и вот Мотовилову это передалось, что там же была зима, и снег на них падал. Снег не таял, но им при этом было тепло, потому что таково действие Духа Святаго. Да, и, ну, еще святые отцы, как говорят, что в то же время, конечно, огонь он может обжигать. И поэтому, когда человек, он действительно с благоговением к Богу обращается, то его благодать согревает. А когда люди богобурчески настроены, да, то, или там, вот неблагоговеянно ведут себя, то им, скажем, в храме становится тяжело, плохо, как будто их что-то вот внутри жгет, там, или колдуны какие-то, оккультисты, сатанисты, их плохо мучает, и такие люди как бы мучаются от самих себя, потому что не могут принять себя Бога, так как они против Бога. А Бог есть в жизни, и будучи против жизни, жизни с большой буквы, они носят сами в себе смерть. И вот, это, конечно, страшно, вот нужно поэтому вот с таким благоговением, приходя в храм, обращаться ко Господу. И вот, благодать, значит, осеняет апостолов, и дальше что мы видим? Что они, сказано, исполнили все Духа Святого. То есть, не просто вот какое-то там отдельное дарование, как ветхозаветным пророкам давались Святым Духом какие-то вот дары, там, что-то провидеть, что-то чего-то. Но ветхозаветные праведники не исполнялись именно вот Святого Духа, как Святой Кирилл Иерусалимский говорит про апостолов, что Дух Святой как бы крестил их в том смысле, что как, они как погружены в благодать были, да, и Дух Святой как наполняет их, как вот сосуды, в которые вот наливается живая вода, и она изливается через край, вот, как переполняемый сосуд. И таковыми стали апостолы, и, как видимый знак, начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. То есть, некие вот иные, именно иностранные языки, как каждому давал провещевать Святой Дух. А что мы видим дальше? Значит, то есть, вот это произошло, повторим, это день рождения церкви. Еще святые отцы так говорят, что для апостолов это в том числе и как их хиротония епископская, потому что они дальше уже могут, будучи носителями вот этой благодати Пятидесятницы, рукополагать, вначале крестить, конечно, людей, потом те, которые призываются к служению, их рукополагать. Кого вы священники, да, потом там декана избираются, да, потом кого-то вы епископы. И вот так существует апостольское преемство. Вот именно с этого дня Пятидесятницы по преемству от апостолов они передают священнослужителям благодать, воспринятую в этот день. И если какие-то вдруг там самочинные появляются, якобы религиозные организации, что вот мы там сами себя рукоположили, а преемства апостольского они не имеют, то, конечно же, не могут и передать благодать Святого Духа. Да, что мы видим? Значит, это событие происходит во время праздника, на которое собирались люди тоже в Иерусалим. И поэтому людей много. Кто бывал в Иерусалиме, в старом городе, тот знает, что там достаточно тесные такие улицы. Ну, даже если есть где-то какие-то площади, то все равно, особенно на празднике, очень много народа снует туда-сюда, и если вот что-то произошло, это не может утаиться. А тут вдруг апостолы начинают говорить на разных языках. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, то есть, вот как от сильного ветра, да, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, то есть, апостолов, говорящих его наречием, то есть, каждый слышал, что вот его наречием, говорят. Получается так, что на праздник, ну, иудеи имеется в виду вероисповедание, вот это ветхозаветное, иудеи, а не только национальность, потому что из всякого народа, ну, там, конечно, некоторые, просто будучи евреями по национальности, жили на территориях других стран, а некоторые, как они обратились из других народов, и тоже вот пришли на праздник. Да, и так вот они слышат, что их наречием говорят, то есть, не просто вот знания других языков, а даже вот наречием, ну, мы понимаем, что территории вот эти вокруг Средиземного моря, там в целом общим разговорным языком был греческий язык, но при этом даже чисто вот на греческих территориях были свои диалекты, наречия свои, и вот Дух Святой апостолам дает возможность говорить с каждым человеком, с любого народа, ну, как вот со своим, как будто он из твоей среды, и апостолы, конечно, они не стали там филологами, да, преподавателями, они не могли бы преподавать вот в школах, ну, это те, может и могли бы, я не знаю, скорее всего, не для этого дан Святой Дух, чтобы там какие-то, там рассматривать окончание, там правил, суффиксы, там, да, вот в таком времени, в таком времени, там, исключение из правил, нет, это было дано, чтобы проповедь осуществлялась на языке каждого народа, ибо каждый народ призван к вере Христовой, и значит, что, вот эти вот люди, собравшиеся, слышат, и все изумлялись и дивились, говоря между собой, сие говорящие, не все ли галилеяне, то есть, город маленький, понимает, что там были вот свои отдельные общины, вот приходили из Галилеи, а галилеяне люди простые, не очень книжные, не очень ученые, там, рыбаки какие-то, ну, кто чего, там, Галилея, она вообще имела плодородные земли, поэтому, там, и они земледельцы, вот, ну, кто-то там скот пас, в общем, простые люди, и вдруг наговорят на разных языках, это, что вообще происходит, как же мы слышим каждый собственные наречия, в котором родились, вот, братья и сестры, есть вот такая секта, как бы, течение неохаризматов, пятидесятников, которые говорят, что вот даются им дары Духа Святого, и я вам приоткрою секрет, что вот из всех протестантских течений больше всего именно нео-пятидесятников сейчас там, даже на миллионы, на многие миллионы идет их численность, и они как говорят, что вот мы тоже получаем Духа Святого, у нас личная пятидесятница, нас так вот осеняет, настолько осеняет эта благодать на наших собраниях, что мы начинаем говорить на иных языках, сами не понимая, чего мы говорим, и там вот они какую-то тарабарщину там, не пойми чего, что-то бессвязное произносят, впадая в транс и теряя самоуправление, самоконтроль, так что нужны им толкователи, которые, как бы, некие пророки, тут же объясняют, ну, раз он говорит что-то непонятное, то почему бы не истолковать это так, чтобы было нечто связное, и, соответственно, заблуждение порождает заблуждение, то есть, как будто Дух Святой, он должен проявляться вот в помрачении ума, вот святые отцы об этом говорили много, и Василий Великий, что Дух Святой не помрачает ума, это вот у язычников было там языческие прорицалища, где люди впадали в транс, не владея своим умом, произносили что-то бессвязное, и потом язычники же это толковали, и вот нельзя это переносить в ограду христианской веры, то есть, Дух Святой не может лишать человека здравого ума, ибо Дух Святой очищает ум, дает ему ясное видение, и все Евангелие, написанное Духом Святым, оно, там нет никакой тарабарщины, это ясный, чистый, понятный слог, и вот что мы тут видим, что как раз не что-то бессвязное произносят, а вот люди, собравшиеся с разных стран, они напрямую перечисляют и говорят, что мы слышим каждое собственное наречие, то есть, это конкретный человеческий язык, собственно, наречие, в котором родились, и дальше перечисляются парфяне, имидяне, и ламиты, ну это это вот как бы дальше Сирия, потом вот это вот парфи, миди, то есть, там свои языки, и ламиты, и жители Месопотамии, тоже вот между речи, там дальше как бы и Древняя Ниневия, вот и там, где был Вавилон, ну в общем, те места, потом перечисляются те, кто иудеи, жители Иудеи и Каппадокии, ну Каппадокии в Малой Азии, да, там, конечно, больше греческий, но были местные свои наречия, вот они перечисляются, значит, каждый слышим собственную наречие, в котором родились, парфяне, и медяне, и ламиты, жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, понта и осии, фригии и помфилии, ну это вот территория больше Малой Азии, понт он к югу от Черного моря, осия, она там тоже вот, фригия и помфилии, это разные территории Малой Азии, а дальше Египта, как бы мы сказали, там, где сейчас вот копты живут, есть коптский язык, и частей Ливии, прилежащих к Киринеи, даже географические особенности, частей Ливии, прилежащих к Киринеи, то есть понятно, что там другой язык, и пришедшие из Рима, то есть те, которые вот латинским языком владели, ну и дальше, вот иудеи и празелиты, иудеи, понятно, а празелиты, это обращенные из язычников, да, и на этом не останавливается, критяне и аравитяне, то есть те, которые вот с далекого острова Крит, приехали, там свое было наречие, в принципе, там должен был быть тоже греческий язык, но с критским диалектом, и аравитяне, вот аравитяне, понятно, что это совсем не греческий, это свой у них язык, и вот дальше повторяют эти люди, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих, то есть понятно, что это не Тарабарчино, это конкретные языки, и вот эти вот иностранцы, условно говоря, сшедшиеся на праздник, они видят, что как именно Бога прославляют на их языках, и никакие толкователи здесь не были нужны, каждый понимал на своем языке, и изумлялись все, и недумевая говорили друг другу, что это значит, как это вообще возможно, то есть говорят, а как возможно, Духу Святому все возможно, но я встречал не раз, что в принципе у святым, в истории такое давалось, и преподобному Паисию Святогородцу, когда там иностранец какой-то приходил, бывал, а без переводчика, преподобный Паисий ему отвечал на его родном языке, то есть это давалось иногда вот в конкретный какой-то момент, да, но при этом, что мы читаем, значит, изумлялись все, и то, и то, а иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина, ну, тут мы узнаем, значит, что вино уже тогда было, не только сухое, да, там, ну и сладкое, ну, видимо, то, что как бы оно более крепкое, сухое, сладкое, более крепкое, как бы с добавлением сахара, и насмехались-то почему, потому что, вот, иные, да, то есть, кто-то слышал свой язык, а некоторые слышат, что они на иностранных языках говорят, эти же, они же только свой язык знают люди, а они поймут, почему те вот говорят на иностранных языках, и они не могут понять, и может действительно здесь какая-то рабарщина, и вот, да, они там напились, наверное, то есть, вот так по-разному встречает народ, то есть, кто-то из иностранцев, слыша свой язык, удивляется, а некоторые, которые, видя, что апостолы на иностранных языках говорят, обвиняют их в винопитии, и дальше, уже, первая проповедь, кстати, вот, начинается самая первая, в прямом смысле, вот, христианская проповедь, когда уже, а именно, в Духе Святом действуют апостолы, и посмотрите, насколько меняются их нравы, до этого, значит, в евангельской истории, вот они то сомневались, то колебались, не понимали Писание, Спасителям говорит, говорит, они не могут понять, и он предсказывает про свою смерть и воскресенье, тоже до них не доходит, он на Писание ссылается, они думают, ну, как это так, и дают там самые невероятные, какие-то встречные вопросы, Господа, он им говорит, что ему пострадать предлежит, они ему, а вот позволь нам одному по правую, по левую сторону сесть от тебя, то есть, представьте, насколько вот, как бы, сознание, он говорит, что, ну, про Голгофы им говорит, они, да нам бы вот по правую, по левую сторону на престоле от тебя сесть, то есть, они не дотягивали еще духовно, потом, значит, как огромный урок, это вот, само распятие Господа, да, То есть это уже у них что-то ломается, меняется внутри, они еще боятся, конечно, трепещут, но уже начинают переосмысливать. А воскресение это уже совсем, то есть некая очевидность иного совершенно мира, небесного царства, являемого на земле. Ну и тогда еще вот они не совсем все понимают, когда Спаситель возносится, они спрашивают, может быть в это время, ну перед Вознесением, ты восстановишь Царство Израиля. Но вот когда Дух Святой нисходит, то все, все становится на свои места, потому что благодать Святого Духа, она исцеляет душу. Даже если вот какие-то там психические, вот там какие-то у кого-то сбои, и это все тоже поправляется, Дух Святой гармонизирует человеческую личность, и то, что ему неясно, становится понятно. Сердце умиротворяется, ум более ясно прозревает. И вот на примере апостолов мы видим, что первая же речь это уже проповедь совершенно новых людей. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте слова мои. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем. То есть, Петр, посмотрите, с какой смелостью он говорит, там он трепетал, да, да нет, я его не знаю, говорит он во дворе у первосвященника, я вот так вот просто. А здесь он уже смело, твердо проповедует. Ведь тот же самый первосвященник, да, те же самые начальники храмовой стражи здесь, те же самые иудеи, а он проповедует уже прямо твердо и мужественно, потому что с ним Дух Святой. При этом, как мы читаем, Петр став с одиннадцатью, вот это важно, а не Петр сам по себе, одиннадцать отдельно, и не Петр как глава церкви. Вот, когда римский вот этот примат пошел, да, папа, да, вот слово примат немножко смешное, да, ну, и римский папа, значит, у них в католической церкви там все время такие даже вероучительные документы, они так пишут, что вот католическая церковь и римский папа там веру, то есть как бы он обособляется все-таки. И считается он, папа римский, наместником Петра, да, князем Христовым поставлен, наместником самого Христа на земле, который поставлен, вот как блюсти дела, князем над апостолами. Но здесь мы видим, что Петр, он вовсе не князь над апостолами, ни царь, ни император, ни наместник Христа, он вместе с одиннадцатью возвышает голос свой и говорит, и вот говорит он прямо, твердо обращается, и, ну, прежде всего вот разбивается их, точнее вот предположение некоторых, говорит, внимайте, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. А что значит? Третий час дня, это вот по-нашему девятый час утра, это было час молитвы богослужебной, а тут же праздник, и все собирались на молитву, то есть не время для там винопития, кроме того, в такой вот иудейской традиции вообще рано никто трапезу не вкушал, а тем более не пил, это не было принято, там могли там днем и вечером, вот. Но утром это, ну, чтобы особенно там напивались, это вот что-то такое необычное, тем более в праздник, когда все собрались для, ну, богослужебного, для молитвенного воспоминания вот этой Пятидесятницы. А что же происходит тогда? И Петр поясняет, что это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе, вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма, Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вот, значит, апостол Петр, он цитирует пророка Иоиля, то есть, как, будучи уже восприемником, да, причастником Духа Святого, Петр начинает прозревать священное писание. И смысл Ветхого Завета. И, кстати, тут мы видим, что и Ветхий Завет христианам тоже очень важен, потому что это действие Духа Святого, надо просто правильно понимать и толковать. А почему Иоиль? Да потому что Иоиль и говорил о сошествии Святого Духа, которое впоследствии должно было произойти, и вот оно совершилось. То есть, Иоиль об этом предсказывал, и первая же проповедь Петра, она как раз поэтому и отсылает вот к пророчеству Иоиля, что Господь излиет от Духа Своего на всякую плоть. Да, то есть, не выбирается, что вот только иудеи, там только свои, а вообще на всякую плоть, это весь смысл в этом, всего домостроительства, что вот Бог Отец изволил о спасении человечества. Сын Божий, воплотившись, страдает за грехи всех и побеждает смерть, воскресает. И Дух Святой, Он уже утверждает спасение, освящая всех, которые принимают Господа Иисуса Христа как спасителя. И поэтому Он и должен излиться на всех, потому что все призваны ко спасению. В чем было грехопадение? Суть грехопадения в том, что люди, отказавшись от Бога, да, то есть, Адам и Ева, они же в созерцании Бога пребывали, они были обители Духа Святого. Но как только они взор от Господа отвратили, стали там вот разглядывать вот этот плод и своего отдельного удовольствия искать, отдельного вот от воли Божией, и утратили Духа Святого. И смысл спасения в том, чтобы вновь стать причастниками Духа Святого, храмами Божиими. И поэтому Господь вот для этого и дарует, чтобы излить Духа Своего на всякую плоть. И дар Духа Святого, он будет проявляться каким образом? В том числе вот в этой прозорливости, которая очень была распространена и по сей день в православной церкви у богомудрых духовников, у старцев. И, ну, фактически вот на протяжении всей истории, то есть Господь, Он дает провидение и дает видеть состояние души другого человека, помогать ему, подсказывая. И вот, сказано, будут пророчества сыны ваши и дочери ваши. То есть, вроде бы иудейский народ, который отверг Христа, ну, вроде бы он сам будет отвержен, но из их среды, из их чад сыновей и дочерей будут являться христиане, носители и причастники Духа Святого. И юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. То есть, нет деления между там вот только старыми, а юные вроде нет, все призываются. Поэтому очень много было молодых, юных святых, там, скажем, святой Георгий Победоносец, великомученик Пантелеимон, святая великомученица Татьяна, Варвара, там, прочие. Да, и даже дети были святые, святой Артемий Веркольский и прочие. То есть, всем дается Дух Святой, те, которые, конечно, сердце свое открывают и в чистоте хранят, и на рабов моих и так далее, и на рабынь, да, то есть, все это дается, вот пришло время для этого. Ну, и в то же время цитируется некий вот страшный знаменик, который в последние времена, что там кровь и огонь, и курение дыма, у пророков, когда они об этом говорили, у них день Господень, это был и день Мессии, когда Спаситель вот нечто осуществляет на земле, но также и день второго пришествия Мессии, когда некий вот суд над человечеством. Да, но самое главное, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ну, не просто вот на словах, там, призвал и дальше пошел, а кто принимает жизнью самой Христа, и поэтому слово, оно уже у него не пустое призвание, а выражение его жизни. И дальше продолжает Петр, то есть, это его проповедь продолжается. «Мужи израильские, выслушайте слова сии, Иисуса Назорея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога, силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. «Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». То есть, Петр, во-первых, как бы сказать, он приспосабливается в каком-то смысле вот еще к сознанию иудеев. Они еще не доросли до понимания, что Христос – Сын Божий, и прежде всего хотя бы вот аргументировать, что он праведник, против которого вот вы ополчились и беззаконных, руками беззаконных. То есть, была вот эта группа людей, которые схватили и путем от римлян распяли. Да, но при этом он спаситель, как праведный муж, был засвидетельствован чудесами, знаменем, что было известно самим иудеям. Но все это случилось по определенному совету и предведению Божию, потому что смерть Христа была добровольной, жертвенной из-за грехи всех людей. Он искупает беззаконие всего человечества. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Как смерть может удержать саму жизнь? Не может. И Петр дальше ссылается опять-таки уже на псалмы Давида. «Ибо Давид говорит о нем, видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одеснуй меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании». То есть, Господа всегда, ибо Господь, который есть жизнью, его смерть не может победить, поэтому он и будет всегда. «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тленье. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». И вот тут как бы две составляющие. «Ибо ты не оставишь души моей в аде, а Спаситель, когда умер на кресте, он душой своей сходил в ад и выводит всех, в том числе Давида». Поэтому душа Давида действительно не осталась в аде. «И ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тленье». А вот святому твоему, который не увидит тленье, это уже речь о самом Христе. И Петр это объясняет. «Мужи-братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о правоце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня». То есть тленье тут мы наблюдаем. «Будучи же пророком, и зная, что Бог склятывая обещал ему отплодать чресло его, воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его». Да, и даст ему престол. Давида отца его будет царствовать над домом Якова вовеки, царствия его не будет конца. Это вот ангелы повторяют при рождении Господа. Значит, да, вот это, вот это. «Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлено душа его в аде, и плоть его не видела тления». То есть вот Петр прозревает сокровенный смысл священного писания. На самом деле для нас тоже важно, что если мы хотим прозревать смысл писания, мы, конечно, должны стремиться стяжать Духа Святаго. Для этого нужна чистота души, да, и вот быть единодушно вместе, а не разделяться, и не смотреть ни на кого со враждой. Вот как преподобный Силан Афонский, он говорил так, что и от одного косого взгляда душа лишается благодати Святого Духа, благодати Святого Духа. Но имеется в виду, что если мы бросили косой взгляд на другого человека, косо посмотрели на него с осуждением, с презрением, с ненавистью, то мы лишаемся благодати Святого Духа. Тогда как вот милостивое сердце и любящее, оно как раз подавляется благодати Божией, а благодать, она дает нам в том числе и познание святых писаний. И вот Петр, он, будучи просвещен Духом Святым, толкует все это, значит, да, будучи же пророком, и говорит он про Давида. То есть вот повторю, что Петр вот в своей проповеди, он как бы приспосабливается и говорит, что вот Бог воскресил Иисуса, тогда как мы знаем, что Иисус не просто человек, но и Божий Сын, поэтому Он в том числе вот своей божественной силой воскресает, но пусть хотя бы иудеи вот это для начала принудут. «Итак Он, быв вознесен Десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Вот что произошло, то есть Сын Божий от Отца не спосылает Духа Святого, потому что Дух Святой от Отца исходит, сказано в Евангелии Теанна, и теперь Он освещает мир людей. Петр продолжает, «Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». То есть в Вознесении Спаситель, как человек, восседает одесную Бога Отца, и это означает самое ближайшее, теснейшее прославление человеческой природы Христовой, которое обожено одесную Бога Отца. И Петр, самое последнее, это вот некое обращение, «И так твердо, зная весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Вы же ждали Мессию? Ждали. Так вот, твердо знаете, что Иисус, которого вы распяли, Он и есть Мессия, Он и есть Христос. И Петр говорит это твердо, и так обращается, вы твердо знаете. Вот очень имеет большое значение не просто слова человеческие, а чем наполнены, понимаете, вот слова, как бы информация. Вот мы прочитали текст, это как некая информация, что действительно говорил Петр. Но на людей действует не просто вот что именно говорит, а как говорит. И одни и те же слова, они могут, из уст разных людей, они могут звучать по-разному. Скажем, ну какой-нибудь лукавый, двуличный человек скажет, никто слышать не будет. А скажет самые простые слова, честный, порядочный человек уже по-другому воспринимают, с доверием. А если тем более он, не просто честный, порядочный, если он исполнен Духа Святаго, вот представляете, как слово его будет действовать на других людей. И тут мы это видим. Услышав это, они умилились сердцем, то есть через слова Петра благодать на них действует. И сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья, то есть сердца открылись, и вот как быть-то теперь. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. То есть вот Дух Святой явился, он уже в первохристианской общине, вот она церковь, и вы тоже получите дар Святого Духа, но если вы покаетесь, если примете крещение. И вот в этом призыве Петра тут три составляющие. Во-первых, покайтесь, да. Покаяние – это, ну, все-таки всецело человеческое наше должно быть усилие и действие. То есть покаяние – это наше сокрушение, раскаяние в наших грехах, сожаление и решимость расстаться. Но недостаточно просто человеческого. Поэтому есть, вот упоминается здесь крещение, и докрестится каждый из вас. А это уже и человеческое, и Божие. То есть, чтобы креститься, нужно прийти туда, где крестят, засвидетельствовать свое желание, свою веру. И тебя священнослужитель крещает, и вот тут как раз уже действует Божие. Благодать Божия, которая невидимо действует через видимое в таинстве крещения, и в любом таинстве. То есть, таинство и человеческое, и Божие. А третье – уже получение дара Святого Духа. Это уже всецело Божие. То есть, три состава – человеческое, и Божие, и человеческое, и всецело Божие. Когда Господь наделяет Духом Святым, которые каждому дают вот свою меру духовного роста, совершенства, чистоты, вот какую-то благодать особую дает конкретному человеку. И все это открыто в церкви. Да, при этом крестится из вас во имя Иисуса Христа в том смысле, что принимая имя Христово, да, «Елиться во Христа крестистесе, во Христа облекостесе». И в крещении мы имя Христово принимаем, становясь христианами. Петр продолжает. «Ибо вам принадлежит обетование, ветхозаветное, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». То есть, и вам прежде всего, да, и вашим детям, и всем дальним, и вообще всем, кого только призовет Господь Бог, а Господь Он всех призывает, все народы. «И другими многими словами Он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного». Ну вот это очень хорошая такая рекомендация, да. Почему так? Потому что вот бывает, мы уверовали на каком-то этапе, крестились и думаем даже вот стяжать Духа Святаго, а от рода развращенного мы не спасаемся. Смотрим там телевизор, какие-то вот видео развращенного характера, и вмиг все меняется. То есть, муть входит внутрь, душа отравляется, и все, там уже благодати никакой не будет. Поэтому надо спасаться от рода сего развращенного. Это всегда и везде были распутства, и всякие там грехи, и у иудеев этого было предостаточно, и сейчас тоже искушения дьявольские. Да, как вот в раю он искушал соблазнами, да, так вот и искушает. Но нужно спасаться от этого. И тогда действительно, то есть, некое активное усилие, чтобы огораживать себя от всего развращающего. Итак, дальше читаем. То есть, прежде всего, сошествие Святого Духа было, да, вот потом проповедь, первая христианская проповедь, сказано Петром вместе с одиннадцатью, а затем первый конкретный плод этой проповеди. «И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединились в тот день душ около трех тысяч». Вот представьте себе, да, если бы наша проповедь, одно какое-то слово такое, воодушевленное, и сразу три тысячи человек в этот день крестятся. Это вот что-то невероятное. Просто вот, да. Ну, у святых людей плоды их проповеди святые. И, да, если посмотрим, значит, что была вот община двенадцать человек, да, потом в книге «Деяния» в первой главе мы видим уже сто двадцать, а тут уже сразу три тысячи. То есть, понятно, что многие из них слышали Господа Иисуса Христа, слышали заповеди блаженств, вот эту Нагорную проповедь, видели чудеса, когда они окружали Господа, теснили Его. Он их кормил чудесно, умножая хлеба, пятью хлебами. То есть, они видели вот эти чудеса, как там приносят на носилках расслабленного, да, друзья его потом разбирают крышу туда, опускают, а потом он уже обратно сам идет, несет на себе этот одр и так далее и тому подобное. И вот, ну, им не хватало решимости. А тут вот Петр проповедует, и благодать Святого Духа, она отверзает их сердца, и они крестятся. Вот эти три тысячи человек составляют первую христианскую Иерусалимскую церковь. И как же они жили? Вот здесь дается некоторая характеристика их жизни вот этих трех тысяч человек. Три тысячи, и сто двадцать, и двенадцать. То есть, мы можем посчитать три тысячи сто тридцать два человека. Ну, это, конечно, такая вот шутка, там обобщенно говорится три тысячи. Но понимаем, что пока еще немасштабное количество. Да. И вот они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Постоянно они назывались у апостолов, потому что апостолы ведь все слышали, что Спаситель говорил. И вот замечу, вот Евангелие еще не были написаны. То есть, устно передавалось учение Христово, как Спаситель о чем учил. И апостолы им объясняют. Кроме того, в общении и в преломлении хлеба и в молитвах. Вообще, я не повторю, что христианство это не индивидуализм. То есть, не то, что ты там в какую-то самозамкнутую нирвану, вот самосовершенствование буддистское там или какое угодно. И потом в эту нирвану, в пустоту ты так и погрузишься и все. А здесь именно ведь каждый человек, он Божий человек. Но только бывают люди так себя исказят, что там Божьего уже не видно. А бывают люди, которые образ Божий в себе очищают, когда ты с ними общаешься. То это и тебе передается. И вот в общении со святыми апостолами, уже с обновленными духовными людьми, они, новокрещенные, сами приобщались с Духа. И, да, значит, потом сказано, преломление хлеба и в молитвах. И преломление хлеба, в общем-то, в том числе здесь, этот термин часто относится к Евхаристии, к Таису Евхаристии, когда, вспоминая Тайную Вечерю, произносились особые молитвы, вспоминались установительные слова Господа Иисуса Христа, «Примите и едите сей с телом, пейте от нее вся» и так далее. И уже тогда были, и потом по преданию, по преемству передавались слова освящения, вот эти литургические над святыми дарами, и святые тайны, святое тело Христово, оно преломлялось для вкушения. «Был же страх на всякой душе». Эта речь уже идет про иудеев, которые не совсем понимали, что же это произошло, и вот новая проповедь, и иудеи, на них вот просто страх, что вот это знание языков, да, уже бесстрашные апостолы, никуда не прячутся, проповедуют, христиане живут, друг друга поддерживают, но иудеи их страх. «И много чудес и знамени совершилось через апостолов в Иерусалиме». И Лука в книге «Деяния» даже не все описывает, то есть вот эти чудеса и знамени, они становятся некой обыденностью, заурядностью ежедневной жизни Иерусалимской церкви, а иудеи неверующие, они, конечно же, в страхе. Так, ну, я единственное, что упомяну, вот мы сказали про знание языков и про то, что это было, да, а вот в конце IV века святой Иоанн Златоуст, он уже, конечно, говорит в одной из проповедей, что ныне вот уже упразднился этот дар знания языков. Почему так? Потому что этот дар нужен был для проповеди разным народам. Как проповедовать, если ты не знаешь языка, а идти там изучать, потратить сколько-то месяцев, то это потеря времени. И вот Дух Святой сразу давал знания языков, и поэтому, говорит Иоанн Златоуст, вот они шли и проповедовали, а когда уже народы стали принимать Евангелие, и среди народов появились свои проповедники, которые на национальных языках продолжают дело апостолов, то тогда нужда в сверхъестественных дарах, она отпала, и поэтому уже редко можно было встретить этот дар. Но другие дары, они остались. И еще вот характеристика жизни апостольской общины и первохристианской общины. Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Вот это некое уникальное такое свойство, характеристика первохристианской общины именно в Иерусалиме, когда, ну вот, воспринимали как своих. То есть, если вот общники в небесном, одно же небесное царство дается нам, то значит общники в земном тем более. Если Господь нам дает бессмертие в раю, то тем более что тут поделиться чем-то земным. И вот такая простота, непосредственность, она была действительно, покуда церковь еще не очень большая была. Ну вот, значит, даже они продавали всякую собственность, и составлялось некое вот общее имущество, то есть это даже называется общение имуществ. Вот так это называется у библеистов, общение имуществ в первохристианской церкви. В каком-то смысле это как бы коммунизм. Конечно, у нас коммунизм, он испорчен таким вот советским восприятием, да, что построим вот светлое будущее. Значит, в социализме это что? От каждого, значит, по способности, каждому по труду, да, вот насколько ты там потрудился, зарплату получил, и вот тебе по труду твоему получают, да. А коммунизм это уже, когда от каждого по способности, каждому по потребности. То есть ты даешь какие-то способности, там дворник, или там столевар, или еще чего-то. И неважно, уже денег не надо, а просто вот какие потребности у тебя есть, и вот на получай. Но коммунисты советского времени не учли, что душа-то человеческая испорченная. И какие потребности будут у испорченной души. То есть они там бесконечно будут увеличиваться, и потом противостоять друг другу и так далее. А вот в перво христианской общении это действительно было так, когда такой вот первой порыв вдохновенный, еще не было тех искушений, как там впоследствии будут, анании сапфиры там и прочее. И вот действительно делились. Там же как, некоторые были социально незащищенные группы, вот тут вдовы, в частности, или сироты, пособий от государства не было. Ну, в принципе, при ветхозаветном храме там немножко вдовам могли уделять, но тут же уже новозаветная христианская церковь, и вот апостолы составляют вот это общее некое имущество, из которого уделяется каждого по нужде, что он чему требуется. Ну, было это, повторю, не очень продолжительное время, потому что чем больше приходят людей, тем все сложнее становится. Ну, пусть так, лишь бы приходили. И потихоньку это, конечно, ушло из жизни церкви, это общение имущество, потому что жить идеально и свято всем не получается. А про ту общину первую мы что еще читаем? «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Значит, единодушно пребывали в храме, еще посещали храм Соломонов. То есть, надо понимать, что храм Соломонов – это все-таки божий храм, это не какая-то там вот вражеская структура, это именно божье. И поэтому посещали храм, еще могли слушать какие-то молитвы, хотя при этом формировалось уже свое христианское богослужение. А вот когда в 70-м году Иерусалимский храм был порушен римлянами, то это восприняли как явный знак, что уже все. И христианское богослужение дальше само по себе уже существовало. «Принимали пищу, веселье и простоте сердца». То есть, не какие-то там пиры, удовлетворяли самой простой пище, «преломляя по домам хлеб», сказано. Простой хлеб – простую пищу. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа». То есть, люди из иудеев, они даже не принимали пока еще веру христианскую, но видели их дружелюбие, видели их милосердие, сострадание, что они там не ругаются, не сквернословят, поддерживают друг друга, и поэтому они были в любви у народа. Ну и сейчас это очень важно знать, когда к нам приходят или мы сталкивались, чтобы мы никого не пихали, ни на кого агрессивно в храмах не набрасывали, что вот, мол, ты не там стал, не так там поклонился, перекрестился, не в том виде пришел, и вообще иди отсюда. Нет, это все не будет вызывать никакой любви у всего народа. То есть, нужно все-таки дружелюбие, такое искренное, сострадательное сердце, понимать, что приходящий в храм человек, он сам еще многого не знает, ему надо помочь и подсказать, а не выгонять его. И вот в такой искренней любви пребывали первые христиане, и сказано, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. То есть, на этих 3132 первых христианах не остановилось, каждый день прилагались новые и новые чадо церкви, и так вот церковь потихоньку умножалась, ну, пока начиная вот с города Иерусалима. На этом мы закончили чтение второй главы, братья и сестры. Да, есть вот в этом что-то такое радостное, искреннее, потому что первое такое вдохновение, благодать Святого Духа явно действует, еще ничего никому не угрожает. Что будет дальше, мы потом узнаем. А на этом временно прерываемся, и потом продолжим уже, будем вместе с вами рассматривать третью главу книги Деяний. Всего вам доброго, храни всех Господь!